Обеспечить равный доступ всем россиянам к редким книжным фондам. С этой целью в регионах страны сегодня создаются филиалы президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Планируется, что в следующем году отделение национального книгохранилища начнет свою работу и у нас. Подписание двустороннего соглашения по созданию регионального центра информационных ресурсов состоялось сегодня в Белом зале администрации области. Подробнее Мария Иванченко. Этот момент по праву можно назвать историческим. Губернатор Волгоградской области и генеральный директор президентской библиотеки имени Бориса Ельцина подписывают соглашение о сотрудничестве. Как известно, наш регион вошел в число 10 пилотных субъектов России, где планируется создание филиалов национального книгохранилища. Дает такой шаг, небольшой, но уверенный шаг интегрироваться в информационное пространство всей страны, сделать более доступными те книги, вообще все материалы и музейные в том числе для широкого читателя, для, собственно говоря, для всех жителей Волгоградской области. Создание президентской библиотеки, по словам специалистов, знаменует новую страницу в развитии библиотечного дела России. Дело в том, что ее фонд состоит из электронных копий, речащих исторических книг, архивных материалов и документов, которые ранее были практически недоступны рядовому читателю. Теперь все это оцифровано и доступно широкому кругу. К слову, раритетные издания есть и в библиотечной сети нашей области. Доступ к ним в силу их возраста запрещен или же весьма ограничен. Например, в Горьковке хранятся книги 18 века с первыми законами о самоуправлении. Они у нас представлены в редком фонде. Единственное, что мы боимся за их сохранность. Можете представить, у нас есть книга «Ровесница нашего города», которой 420 лет. И каждое очередное соприкосновение читателя с этой книгой, это, конечно, пагубно для нее. Именно в областной библиотеке имени Горького в Волгограде разместится филиал президентского хранилища книг. Кстати, в его электронные коллекции уже занесены издания времен Великой Отечественной войны и экземпляры «Сталинградской правды». Первая трансляция цифрованного военного собрания прошла 9 мая этого года из полицентра «Победа» в Волгограде на Красную площадь в Москве. Во-первых, мы, конечно, обсудили то, что уже сделано. Ну и, кроме того, мы думаем о будущем. Мы думаем о том, как бы представить уже, может быть, в следующем году более полно историю Волгограда, историю Сталинграда и Царицына на нашем портале президентской библиотеки. В настоящее время в Волгоградской областной библиотеке идут работы по реконструкции помещений и ремонту самого здания. Вот так должно выглядеть учреждение культуры уже в следующем году. Здесь планируется разместить залы, оснащенные современным оборудованием для чтения электронных книг, а также будет обеспечен свободный доступ к интернет-ресурсам и открытки на зал, где будут транслироваться редкие архивные аудио- и видеозаписи. По словам губернатора Анатолия Бравко, в филиале президентской библиотеки появится и его личный кабинет. По примеру президентской библиотеки, президент достаточно часто приезжает в библиотеку и проводит там рабочие встречи. Я по образу и подобию, конечно же, по примеру нашей президентской библиотеки, также буду там проводить встречи. На работы по реконструкции Горьковки в этом году из областного бюджета было выделено более 60 миллионов рублей. Планируется, что региональный филиал президентской библиотеки откроется в Волгограде в середине следующего года.